Концерт «Поэзия Великого Поста» прошел в Доме русского зарубежья в Москве. Во время музыкального вечера звучали молитвы, гимны, романсы на стихи русских поэтов в исполнении лауреата международных конкурсов Натальи Горленко, выпускницам ГИМО и Всероссийской творческой мастерской эстрадного искусства при Росконцерте. Сегодня Наталья поет в храме и считает своим долгом привлекать к теме спасения через свое творчество. На концерте побывала Галина Ледвина. Поэтесса, композитор, певица, обладающая красивым хрустально чистым голосом. Наталья Горленко выступала с концертами во многих городах России, Западной Европы, США, Скандинавии. Ее песни звучали в передачах на радио, с аншлагами проходили ее концерты в Москве. В настоящее время Наталья участница церковного хора «Ника». Сольные концерты, поэзия Великого Поста, становятся в ее творчестве традицией. Поэзия Великого Поста – это такая общая тема. Она скорее посвящена плодам Великого Поста, то есть любви и смирению. То есть тому, ради чего мы берем на себя вот этот труд и подвиг. Там будет много моих стихов, посвященных Великому Посту. Например, поэзия Великого Поста в том, чтобы себя не мыслить без Христа. В предчувствии Христового Воскресения осталось и наше спасение. Концерт начался с жизнеутверждающего произведения «Пирна. Слова Набокова» и продолжился реквимом Апухтина. Далее через всю программу сквозила тема покаяния. Звучали песни как на стихи самой Натальи Горлинка, так и на произведения великих поэтов – Пушкина и Лермонтова, Лорки и Ахматовой, Цветаевой и Есенина. Музыка ко всем стихам написана самой Натальей. Множество божественных молитв, но ни одна из них меня не умиляет, Как та, которую священник повторяет в одни печальные Великого Поста. Всех чаще мне она приходит на уста. На концерты певицы приходят люди самые разные – любители романса и авторской песни, воцерковленные и те, кто только в начале пути к Богу. Привлекать через свое творчество к теме спасения души сегодня певица считает своим долгом. То, что сейчас Великим Постом мы имеем такой концерт, который она нам дает, связанный с молитвой, связанный с Великопостными всякими песнопениями и с авторской музыкой – это замечательно, потому что все это поднимает душу нашу, потому что мы знаем из учения отцов святых, что пост и молитва – это два крыла. Поцерковление самой Натальи по ее собственному признанию произошло тогда, когда она спела первую литургию в храме. И сегодня, благодаря этому обстоятельству в своей жизни, она чувствует себя по-настоящему счастливым человеком. Мне хочется, чтобы, конечно, каждый поближе был к нашей православной вере, к теме спасения души, чтобы она превалировала в жизни у каждого. В последнее время певица выступала редко. Чувствуя на своих концертах отклик зрителя, сегодня она всерьез задумалась о более активной концертной деятельности. Есть потребность делиться своей радостью и гармонией, которую, по ее словам, дает только православная вера. Продолжение следует...